Итак, всем привет, с вами Endope Game. Продолжаем играть за игром мани в Викторию 3. Прошлосели мы тут неплохо поклонентировали, сейчас в принципе продолжаем. ВВП наш неплохо так подрос, если сравнить его с другими державами, то очень даже. Кроме того, мы приняли много хороших законов, принимаем еще другие законы полезные, в принципе. Есть еще что нам поменять потом, можно тут гражданство поменять. Вот это тоже можно поменять, собственно говоря, есть куда идти. Ну и здесь есть куда идти, и здесь есть куда идти. Строим мы много очень зданий еще тоже. Я добавил к тому, что у нас была здесь куча стекла, потом свинца, чтобы строить стекла, угля. Плантации там были, пищевые производства я добавил немножко, и затем посмотрел, что у нас здесь есть новый регион, в который можно застроить окрасильные растения. И в него тоже закинул именно их. И у нас пока что наша промышленность упирается в население. У нас уже неплохой прирост населения, 1,72, это очень солидно. Но нам все еще можно его улучшить, уменьшив опасные условия работы. Я этим сейчас, наверное, и займусь. Бюрократия дополнительно подстрою. И потом мы просто продолжим дальше развивать нашу промышленность. Ждать, пока у нас пойдет Донрая Слава. Хочется мне, конечно, забрать Элизас. Возможно, забрать Динавия территорию, но в Скандинавии, по-моему, он с нами в союзе. А, нет, слушайте. Так она сейчас с нами не союз, да, можно будет подзабрать. И, возможно, кого-то еще в наш рынок включить, потому что, ну, почему бы нет, это, в принципе, полезно. Поехали. Я тут решил немножко с универами попеределать сюда. Если говоря, ну, смотрите, почти везде по нулям. Будем мы, собственно говоря, делать что? Так как инновация у нас уже давно в капе, надо заниматься квалификацией. Поэтому будем подстраивать универы везде, где это нужно. Инноваций все равно у нас, как бы, да, будет достаточно. Но вот квалификацию повысим. Соответственно, где-то давайте по два. В идеале, типа, я очень много слышал, что нужно число шесть. Но я не думаю, что прям шесть нам необходимо. Тем более, что, ну, в универ там будут идти много рабочих. Нам не хочется давать рабочих, которые могут работать где-то на более полезных фабриках или шахтах, верно? Но даже фабрикам и шахтам нужны квалифицированные люди. И вместе с этим мы сможем здесь подснести часть универов, чтобы освободить работников. И у нас опять бюрократия подзаканчивается. Потому что мы здесь институты качаем, да? А институты это очень полезная вещь. Надо еще вперед всего подстроить институтов. Только вопрос, где что-то у нас есть население на этом. В желательно, как бы, наших территориях, да? И по ощущениям, а ну вот, нашел немножко. Давайте подстроим, и они там пускай поскольку заполняются. Буду надеяться, что туда донамигрируют, и они заполнятся. Но опять же, к нам мигрируют. У нас хорошо растет население. У нас должна быть небольшая смертность. Давайте где-нибудь посмотрим в Брандинбурге. Вот, да, здесь хорошая миграция. И смотрим сюда вот. Смертность 1-2% в год. То есть, как бы, небольшая, потому что дефолт, она где-то 4%, по-моему. Еще мне интересно, эффективнее ли ставить государственное медицинское страхование. Потому что, смотрите. Минус 1 смертность от благосостояния. Это имеется в виду вот от этого, да? То есть, как бы, у нас благосостояние типа 23,5. Значит, он получает минус 23,5. Если так, то вот это вот неэффективно, да? То есть, это 20%. А это у нас среднее 23,5. Я уж не говорю про то, что вот здесь смертность вообще типа, да, какая-то смешная должна быть. Я считаю, что это, скорее всего, работает именно от вот этой цифры. Следовательно, мне выгоднее все еще оставить индивидуальное, потому что у меня достаточно богатое население. Кстати говоря, у нас тут есть GSM. Типа нефть, условно говоря. И нам бы ее застроить, несмотря на то, что здесь сейчас нет людей. Но у нас, по-моему, от того, что мы сейчас здесь построим, повысится туда миграция, именно ивентами дополнительными. Ну и плюс, нам очень нужен GSM. У нас сейчас во всех практически будет средство производства. То есть, здесь мы улучшаемся GSM. Там здесь тоже улучшение GSM. Тут улучшение GSM. Очень много где улучшения будет GSM. Здесь, конечно, нет не GSM, но все равно как бы на все остальные, да. Здесь все равно добавляется очень важный ресурс. Так как у нас скачает население, давайте-ка сделаем все тракторы и освободнее себе достаточно большое количество населения, я думаю. Кстати говоря, из африканских завоеваний мы стали изгоем. Вы представляете? То есть, то, что европейцы колонизируют Африку, другие европейцы их не любят. На самом деле, выглядит очень смешно. То, что можно реально за Африку набрать больше 100 дроны славы. Хотя, ну как бы, европейцы колонизировали всю эту Африку, просто чертяя на картах свои территории и называя их своими. Так что, мне это кажется бредом, но... Как бы, механику прямо сейчас это не поменять. Я поставлю ее автор расширения, потому что если у нас периодически закончится... Ну, у нас периодически заканчивается строительство. И если они будут добавляться, они будут, хотя и не очень эффективно, добавляться, то это будет неплохо. Так что, давайте-ка подрасширим автоматически то, что можно. Хотя, опять же, это неэффективно, но в данной стадии игры, в принципе, это лучше, чем если у нас будет... Наше строительство внезапно тратится в никуда. Как сказать, строим мы банановые плантации на новых территориях. До этого у нас их не было. И вот боровые вышки у нас тоже есть, но пока что... Я думаю, у нас нет спроса на ГСМ, да. Надо добавлять спрос, будет как бы рост этой промышленности. Не начнем мы добавлять спрос, я думаю, консервированием, потому что это не так много ГСМа, но фабрики уже увидят спросы и начнут хотя бы немножко расширяться. Ну и туда как бы тут какие-то, да, дополнительные миграции, наверное, потому что там будет дорогой товар производиться. Не знаю, так ли это работает на данный момент, но предполагаю, что да. Что раз там есть работа и как бы это... Произдающая большая прибыль. Туда население должно хотеть ехать. И вот мы исследовали тракторы. Следовательно, можем освободить сейчас просто кучу населения. Кстати говоря, вот здесь вот тоже. У нас, видимо, что-то где-то не было. Не использовалось. И... Да. Пересмотрим мы давайте-ка все, чтобы везде точно все использовалось лучше. Да, теперь точно. И вот у нас идет... Так, это неинтересное событие. Вот механизм из земледелия. Минимальное благосостояние. Я думаю, это... Такси, потому что у нас, ну, очень большое. Но вот товарооборот на 5 лет выглядит очень даже неплохо. Кстати говоря, я тут заметил, что в Швейцарии из нашего рынка вышло. Посмотрите просто, что с ними случилось. С ХВП тут почему-то недельно показывается, а не просто, да. Но в любом случае, посмотрите, что с ними случилось. Я заметил, что у нас тоже был микроспад, да. Но... Это просто несравнимо с тем, как резко болелась швейцарская экономика. Да, это просто страшно. Вот, кстати говоря, ивенты на миграцию, про которые я говорил. У нас сейчас потихоньку экономика чуть-чуть подупала. Потому что мы сейчас хотим перейти на новые технологии. Нам нужно и вот это, нам нужно и вот это. Мы немножко лишнего застроились. Из-за этого не хватает людей. А в Африке не хватает квалификации. А вся причина в том, что у нас они дискриминируются. И на самом деле нам бы побыстрее вот эти два закона сменить. Но здесь уже так много вложено в этот шанс успеха. То, что мне хочется сначала уже добить гарантию свобод. Потому что тоже закон очень приятный. И потом уже полностью избавиться от дискриминации. И в целом у нас должно быть это не сложно сделать. У нас, как видите, только небольшие группы против. И я даже не знаю, сколько нам еще понадобится времени, чтобы избавиться от этого. Вот у нас здесь еще восстание вон периодически происходит. И еще есть кому уставать. Вот эти парни могут восстать. И вот эти парни могут восстать. Ну, надеюсь, будет минимально. И мы сможем заклонизировать максимум без этих восстаний. Потому что уже слишком много у нас бесчастья. Вот появился двигатель внутреннего загорания. И самое главное, ради чего я хотел это сделать. Это вот это. Переключить городские центры на общественные автобусы. Это принесет там кучу денег. И самое главное, снизит количество рабочих. И у нас, видите, она в перевозке сейчас дешевая. И из-за этого мы отдаем кучу субсидий на железные дороги. Собственно говоря, железные дороги все неприбыльные. И мы должны экспортировать. Сейчас у них прибыльность повысится. И в теории наши субсидии должны уменьшаться. Ну и плюс надо еще электричество сейчас будет сделать подешевле. Точно мы выйдем в нормальный плюс. И вот, наконец-таки, наши гарантии свободы есть. Теперь наш институт дает очень классные бафы. Ну а мы идем к вот этому. Пора мультикультурализм делать. И теперь можно, собственно говоря, убрать. Я тут добавлял бюджет военным. Чтобы они не бомбили. Потому что они не любили этот закон. Но так как эти военные любят этот закон. Потому что у нас, видите, лидер военных на самом деле реформист. То они тоже будут за. И у них не будет дебаха. Можно на них лишние деньги не тратить. И в принципе я надеюсь, что этот закон побыстрее примется. Чтобы улучшить наши колонии. Как говоря, помните, что у нас все еще больше садки, да? Вот и первая война на эту тему, видимо, подходит. Ну, к себе говоря, можем Скандинавию позвать. Но нам это не нужно. В США на нас хотят напасть. Вы представляете? Безумцы. Ну, мы не постесняемся. Запросим у них репарации. Но... Наверное, это особо-то все. Потому что, ну, американский рынок открывать бессмысленно. Сопределить какие-то странные. Ну, тоже я вряд ли их буду высаживаться. Так что просто повоим вот здесь. И все. Ну, вот это единственный наш фронт. И мы сейчас просто здесь захватим провинции. И на этом все закончится. И на что надеялись американцы? Они хотят к нам высадиться как будто... Ну... Удачи им. Что я могу сказать? Так, сразу две хорошие новости. Во-первых, у нас наконец-таки закончится мир. Лично закончится война с США. Миром в нашу пользу. Никаких боевых здесь не было. Они просто обузили. И теперь нам платят за это репарации. Ну, захотели платить репарации как угодно. Но самое главное, мы теперь сделали мультикультурализм. И нам еще остается сделать полное разделение. Религии и государства. И теперь у нас не будет еще и после этого дискриминации по религии. И я надеюсь, после этого в Африке они будут получать нормальное образование и квалификацию. Потому что сейчас очень не хватает каких-то квалифицированных людей. Что вот, допустим, мы хотим сюда нанять универ людей, чтобы универы повышали квалификацию для остальных рабочих мест. Потому что, видите, здесь нужны капиталисты, инженеры, механики. Хотя здесь еще и они не хотят наниматься кто-то, потому что зарплата. Но кто-то, именно видите, здесь просто не хватает по требованиям. Ну и примерно вот такая вот ситуация здесь много где. Так что нужно решать дискриминации всей группы населения. Все должны жить так же хорошо, как и мы. И нам неплохо повезло. У нас поркнул, во-первых, в 25% закон. Собственно говоря, теперь у нас остальные законы все стоят. Я вот только единственное думаю, можно еще вот здесь, да, рабочую силу подбавить. Нам, наверное, это и нужно. Но это раз и два. Налоги можно повысить. Давайте начнем с рабочей силы. Конечно, чуть-чуть убавит рождаемость. Но нам нужны рабочие, на самом деле. Давайте так что сделаем. Можно потом будет попробовать еще и избирательное право сделать. Посмотрим. В любом случае, интеллигенты и промышленники нам нужны в правительстве. Но, наверное, хватит от них только интеллигентов. У них 25%, пускай они пробуют. Потому что, ну, наши ВП перестают расти по той простой причине, что ему неоткуда расти. У нас нет населения. У нас все, кто может работать, уже работают. То есть, вот у нас ВП-надушный население огромный. Но дальше он не может вырасти. И, как бы, ну, здесь вот есть какие-то группы населения, вы можете сказать. Но фишка в том, что они просто не все заняты. Потому что они не все квалифицированы. Не все могут зайти сюда. А нам нужны капиталисты еще в каждое здание здесь, видите. И это нормально, в принципе. То есть, они сейчас лишатся дискриминации. Потихоньку обучатся. Туда-сюда. Повысит свой уровень жизни. И должно все стать лучше. Кстати говоря, нас опять пытаются сократить. В этот раз Россия и Франция. Это уже странно поинтереснее. Нам нужно готовиться к полноценной войне. Но мы, в принципе, в состоянии с ними повоевать. Единственное, я на фоне этого, пожалуй, ручье траншеи буду исследовать. Но я думаю, проблем у меня с ними возникнуть не должно. Потому что даже мои текущие технологии вроде как должны быть на нормальном уровне. Ну и добавим давайте чисто репарации. Потому что мы не можем что-то захватывать. У нас и так изгой уровень жизни. Иначе у нас потом вот эти войны будут бесконечные. А мне пока не хотелось бы бесконечно воевать со всеми. И надеюсь, что еще кто-то не зайдет. Потому что если кто-то еще зайдет, ну как-то многовато будет. Хотя армия у нас нормальная. В принципе, мы плюс-минус себе позволить воевать на несколько фронтов можем. Да, мы можем позвать Скандинавию. Воспользоваться обязательством. Давайте так и сделаем. Таким образом, сделав Россию фронт на севере еще. Эти фронты мы закроем сами. Итак, началась эта война. Я думаю, что мы без фронта сможем победить. Но посмотрим, давайте, как будут идти бои. Я видите, у меня есть один генерал в атаке. В остальном все в защите. В атаке у меня генерала с хорошими бафами. Вот этот парень вообще молодец. У него, видите, здесь 30 атаки. 30 атаки. И еще здесь 10% атаки. Так что должны нормально атаковать. Итак, вот битва. Российские войска мы встречаем в Альдзасе. 20-32, забавно. При том, что нас меньше в полтора раза. Мы все равно неплохо атакуем. Но все-таки наши бафы хороши. Единственное, должно было быть еще больше. Ну-ка, где подсказка? Виктория-3, не лагай. У нас еще идет смена снаряжения. Потому что я переставлял себе матризованную разведку перед войной. Когда еще не ожидал войны. И из-за этого у нас сейчас некоторая нехватка автомобилей. Но я их подзастроил. Другой вопрос, что населения нет. Но эти заводы никого отправлять. Но мы сейчас с этим разберемся. И из-за этого у нас еще немножко не хватает. Но все еще, даже при всем этом, мы побеждаем на бои. А вот и у нас Русский на поле в Альдзасе. Но, опять же, не очень удачно. Мы очень много можем переводить по Терворани на это приятно. Ну и все еще, видите, не хватает нам статов. Мало того, что это перевооружение. У нас еще, видите, неполные статы идут от общих бригад. Потому что нам не хватает автомобилей. Поэтому ухудшается не только вот это вот. Не только статы отсюда, которым требуется автомобиль. Что было бы логично, верно? Ухудшаются статы даже вот этого, что не требует автомобилей. Это идиотизм в какой-то степени. Но это так работает. И, в принципе, мы сейчас подстроим автомобили. И должно все улучшиться. Но это выглядит очень глупо. Так, мы исследовали против траншей. Но прямо сейчас мы уже менять, конечно, не будем. Поэтому давайте обратно. О, пробуйте скачать. У нас, кстати говоря, что-то... Наконец-то у нас какие-то технологии хотя бы распространяются. Вот связывание азота. Конвейеры нам распространились. А то все, я исследую сам. Как-то даже грустно. Но я думаю, вот эти технологии могут распространиться в один момент. Хотелось бы мне, конечно, докачать вот эти вещи все, да? Но прямо сейчас, наверное, нет. Прямо сейчас мне нужна промышленность. Потому что не хватает населения. И нужно как-то оптимизировать все. Потому что да, мы заходим в постройку. Везде по нулям все. Нужно просто реально больше людей. И вот начался очень жесткий бой. 80 против 76. И теперь наши перевооруженные войска просто уничтожают в ноль их. Посмотрите на соотношение этих потерь. Оно, конечно же, очень-очень нас радует. И так сейчас будет продолжиться везде. В России, в принципе, та же ситуация. Давайте посмотрим. А, Франция уже издалась, собственно говоря. Вот, только этот генерал чуть-чуть похуже, в том смысле, в своих статах. Но войска уже перевооружились и получают полные бафы от снаряжения. Так что статы у них хорошие. Так что сейчас и Россия тоже задастся. А вот и Россия тоже задалась, в принципе. Эта цифровая даст нам нормально так денег. Учего то, что мы в минус некоторые вышли. Да, 88 миллионов. Ну, нормально. И да, у нас в итоге есть реальная проблема с населением. Мы вышли в свой, так сказать, лимит. В том смысле, что, видите, у нас ни крестьян, ни безработных почти не осталось. И получается, ну, буквально, некому больше работать, некому увеличивать ВВП. ВВП растет как раз-таки за увеличение ресурсов. Мы уже максимально, тут практически максимально механизировали. Вот здесь вот еще будут у нас трактора дизельные. Еще мы рабочих получим. Но, фактически, мы реально практически полностью уперлись в лимит. Вот еще технологии есть. И, по-моему, это вот еще. Да. Это, по-моему, да. Уже не уменьшает количество работников. Только даже их увеличивает. Хотя это не такие... Там не так много сейчас работников. Вот еще, да. То есть, ну, чуть-чуть еще есть какие-то варианты механизации. Но люди закончились. Так же, как и эта серия, ребят. С вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok